Друзья, вы никогда не задумывались, почему современный котел считается более экономичным, чем старый чугунный еще с советских времен? Ну, конечно, его экономичность сильно преувеличена, это да, там больше проблем с датчиками, с обслуживанием, но все-таки как таковая она есть, эта самая экономичность. Существует несколько фактов, на один из них я хочу обратить ваше особенное внимание. Итак, первое. У современного котла не так много тепла уходит в трубу. Это, конечно, экономит газ, но не так сильно, как вы думаете. Второе. Современный котел работает не постоянно, он делает перерывы. Во время которых экономится газ. Вот тут я вам скажу, что все не так, как вы думаете. На самом деле экономии там нет. В тот момент, когда современный котел работает своей супергорелкой, она у него реально супер и очень сильно отличается от старой горелки, которая была в советском котле. Так вот, этой самой своей супергорелкой, в которой лазером проделаны миллионы мелких дырочек, котел съедает столько, что наверстывает то, что он потом будет отдыхать какое-то время. Учтите этот важный факт. Ну а теперь, пожалуй, самый важный момент, на котором я хочу остановиться. Итак, современный котел, в отличие от своего предшественника, не выделяет из себя никакого тепла. То есть он не является сам радиатором. И это, в некоторых случаях, очень хорошо. И может реально сэкономить вам газ. Вот представьте себе, котел старого образца. Он выделяет тепло. Причем так много, что это приравнивается примерно к четырем батареям, то есть радиаторам. Вот один единственный котел может столько выдать тепла. Ну естественно, на эту функцию тратится газ. Но, если котел находится внутри дома, это идет впрок. Тепло же все равно в дом идет, какая разница, от котла или от батарей. Но, так или иначе, тепло попадает в дом. И эта трата себя оправдывает. А теперь представьте себе, что котел находится не в доме. Он стоит отдельно, во дворе, в кочегарке. Для чего ему там выделять так много тепла? Ведь это подсобное помещение, это уже неоправданный расход газа. Так что, в этом случае, если котел не находится в доме, если он стоит отдельно, лучше ставить современный котел, не выделяющий из себя никакого тепла. Потому что там оно просто не нужно. Это и есть главная причина, почему современный котел расходует меньше газа, чем котел старого образца еще с советских времен. Продолжение следует...